МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях республики в студии. Ольга Пырычкина и сегодня о выпуске. Высокий урожай, низкие цены. Агрария Чуваши бьют рекорды по сбору картофеля. Свежие, спелые, свои. В Чебоксарах работают сельскохозяйственные ярмарки. Не останавливаться на достигнутом. День города в Шумерле. На традиционном совещании в Доме правительства говорили о завершении уборочных работ и подготовке к новому отопительному сезону. Сельхозтоваропроизводители республики практически завершили уборку зерновых. Две недели хорошей погоды этому способствовали. План валового сбора зерна выполнен на 108,4%. Активно убирают картофель и другие овощи. Урожай хороший. Показатели урожайности зерновых культур. Картофель, овощей на текущую дату значительно превосходят уровень 2018 года. Зерновых на 12,5%. Картофеля на 46,5%. Овощей на 11,1%. Под урожай 2020 года зимовую зерновую культуру планируется разместить на площади 105 тысяч гектаров. Участники совещания обсудили ценовую политику в области продажи картофеля. Высокий урожай, безусловно, снижает общий уровень цен, отметил глава республики. Поэтому на первый план выходит первичная подготовка продукции к магазинному прилавку. Чтобы картофель взяли на реализацию федеральной торговой сети, нужно его подготовить. Потребитель всегда прав. Нам надо найти предпринимателя одного, второго, которые могут обеднее свои условия сделать. Иначе картофель грязный, неочищенный, без сухой очистки, без мойки, без сушки, без рассов соки. Это невозможно будет ходить. Потому что там покупатели другие стали. Это надо понимать самим сервисоваропроизводителем. Поэтому задача и вас, и в целом кабинет министров, нужны ли через кооперативную систему, которая сегодня имеет тоже направление государственной поддержки, надо сделать. Погода дает о себе знать. И, скорее всего, нужно будет быть готовыми к концу месяца уже подавать тепло в жилье и объекты соцкульт-быта. Средний процент выполнения работ по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону составляет 98%. Наиболее низкий по подготовке уровень это в Козловском районе и в городе Шумерли. Низкий он из-за чего мы ставим, потому что здесь есть вопросы по завершению строительства. Но так как мы и ставили в плане, то есть до конца этого месяца все работы по строительству котельных должны быть в этих муниципалитетах и завершены. На днях в республике завершился международный чемпионат среди операторов техники. Глава республики уверен, такие соревнования очень важны и напрямую влияют на репутацию промтрактора. Всего в 2019 году планируется выпустить более 350 промышленных тракторов. Рост наблюдается по всей группе предприятий. Промтрактор «Промлит» в 1,4 раза увеличивает объем отгруженной продукции. Чебоксарский агрегатный завод в 1,8 раза. Лидером является промтрактор «Вагон» в 4,5 раза рост производства. Можно констатировать, что становлением предприятий концерна задан весьма позитивный вектор. На внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов большинством голосов лишили мандат Алексея Никитина, что вызвало общественный резонанс. Вот как прокомментировали решение депутатского корпуса глава столицы Евгений Кадышев и исполняющий обязанности прокурору города Чебоксары Денис Антонов. Здесь не было никакого политического заказа. Мы все депутаты, лица, замещающие муниципальные должности, так нас называют в соответствии с законом. В соответствии с законом номер 46, закон Чувашской республики, подаем декларации о доходах каждый год. И подаем эти декларации в Управлении по общественной безопасности и противодействию коррупции главы Чувашской республики. По отношению к Алексею Владимировичу Никитину была проведена проверка такая по, по-моему, была, во-первых, была инициация прокуратуры. Они проверяли всех городских депутатов, и это все знают. В их числе был и Никитин, в числе этих депутатов, которых проверяли у нас 43 депутата. И было отдельно по Никитину написано обращение граждан. Управление общественной безопасности и коррупции при главе провело проверку и выявило вот эти вот недостоверные сведения у Никитина, которые оказались в его декларации неполными и недостоверными. В частности, вот доходы за три последних года и расходы депутата Никитина и его супруги отличались во много раз. И было более десятка счетов, в которых было не указано. Ну, на этих счетах находились определенные большие суммы денег. Это тоже было не указано. Депутат Никитин отказался от комментариев, на что был составлен в Управлении общественной безопасности акт. И сам депутат Никитин был ознакомлен с этой выпиской по результатам проверки. Состоялось собрание, на котором депутаты проголосовали. И депутат Никитин теперь сложил свои полномочия. Прокуратурой города Чебоксары проведена проверка соблюдения законодательства при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера депутатами Чебоксарского городского собрания депутатов. В ходе названной проверки выявлено нарушение требований закона при предоставлении справок о доходах 25 депутатами горсобрания. Названная проверка проведена во исполнении требований Организационно-распределительных документов Генеральной прокуратуры РФ и прокурора Чувашской республики. И не связана с политической деятельностью кого-либо из депутатов, в том числе депутата Никитина. В отношении депутата Никитина проверка проведена администрацией главы Чувашской республики и ее результаты вынесены на рассмотрение городского собрания депутатов 12 сентября 2019 года. В отношении остальных депутатов проверка продолжается. Когда-то это был престанционный поселок, где проживали рабочие заводы по производству дубильного экстракта. Уже в 1937 году населенный пункт преобразовали в город. Шумерли в минувшие выходные исполнилось 103 года. На праздники побывал глава республики. Город живет и развивается. Об этом говорят и сами шумерлинцы. Он стал намного интереснее. Делается много государственных программ. Инициативное бюджетирование, в котором сами граждане принимают участие. Активные причем. По данной программе мы в этом году освоили 5 программ. По инициативе горожан в этом году был благоустроен и центральный парк. Здесь оборудовали новые детские площадки и тренажеры. Задача на грядущие 5 лет отремонтировать дворы. Необходимые суммы выделят в рамках национального проекта, отметил глава региона. Шаговить доступности что было? Да, мы стараемся бабушке, помогай. Вышли в подъезду, уже все там, в квартирной площадке. Не захотелось позаниматься. В ожидании капремонта и детская школа искусств. Сколько там выделили? Хватит денег нам все это делать? Да, достаточно 12 миллионов. Но надо сделать с душой все, чтобы качество работы сейчас было. Большие перспективы открываются и перед местными заводами. Продолжает расти спрос на производимые шумерлинскими предприятиями спецавтомобили. Каркас топонной конструкции в обложке все нанесение брони. Глава региона вручил государственные награды работникам предприятий, педагогам и даже игрокам футбольной команды, которые завоевали Кубок Республики. Почетными жителями стали двое горожан. Автор районного герба Владимир Горбунов и заслуженный учитель страны Зинаида Шурыгина. Приоритетные задачи Михаил Игнатьев обозначил перед местными властями. Для развития города Шумерли мы выделили почти 1 миллиард 300 миллионов рублей. Кроме этого на социальную политику выделили только в этом году 337 миллионов рублей. Все те успехи, все те сильные стороны, которые есть в городе, у горожан, это, конечно, значимо в нашей совместной деятельности. Большой праздник и в селе Хадары Шумерлинского района. Здесь установили памятник героям-вертолетчикам. Это очень важно для патриотического воспитания молодежи, отметил глава региона. Среди уроженцев республики немало героев, достойных подражания. Много уроженцев служили и служат на сегодняшний день как защитники Отечества. Это нас радует, мы ими гордимся. И границы защищаются надежно, и водные пространства защищаются надежно. И на обороноспособность выделяются огромные деньги с одной единственной целью, чтобы каждый гражданин Российской Федерации ощущал защиту. Памятник установили прямо у стен школы села Хадары. Среди ее выпускников немало вертолетчиков, участников боевых действий в горячих точках. За вклад в воспитание молодежи награды вручили преподавателям. Трудом тяжелым отдых заслужив, стоит наш вертолет на постаменте. И гордо, устремляясь в высоту, храни для нас истории моменты. Здесь при параде и министр по делам гражданской обороны региона. Тоже пилот, закончивший местную школу. Авиаторами стали и два одноклассника Вениамина Петрова. У меня 2500 часов налета. Это практически 100 с лишним суток в небе. Идея возникла подрузить на постамент этот боевой вертолет легендарный Ми-24. Михаил Васильевич Игнатьев поддержал. После его личной встречи с министром обороны России Сергеем Кужугетовичем Шойго нам дали разрешение. Долгое время вертолет Ми-24 был учебной машиной в Сызранском военном авиационном училище. И вот теперь получил постоянную прописку в республике. Этот вертолет находился в строю более 40 лет. На его счету 1000 часов налета. Ми-24 самая массовая модель винтокрылых машин. И по-другому его называют крокодил. Загрозный вид. Память предков святощих! Символом памяти авиаторам станут рябины. Аллею глава региона заложил вместе с учениками. Побывав в школе, Михаил Игнатьев заметил, что она нуждается в ремонте. Работы должны начаться уже в следующем году. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Семья Черновых из Чуваши заняла призовое место на региональном фестивале семейных традиций в Ульяновске. Они представили богатую палитру чувашской культуры. За чашкой чая с многодетной семьей встретился глава Чуваши. Не нужен клад, когда в семье лад. Главные, говорят супруги Черновых, уметь слышать друг друга. Вместе они уже 13 лет. Воспитываю четверых детей. Младшему Егору чуть больше года. Матвею 4. Ульяне исполнится 9 лет. И старшей Карине 11. Глава семейства Николай. Бригадир одного из предприятий в Москве. Его жена – воспитатель. На каждый фестиваль семья готовит творческие презентации. На этот раз в Чернову собрали целый актерский ансамбль. В семье года 2019 отборочный тур мы прошли. В этом году нас ожидает республиканский конкурс еще. Мы там показывали чувашскую народную сказку с детьми. Ну, проявили желание показать эту же сказку там, в Ульяновске. Ну, хлопали, радовались. Семья – участник различных городских, республиканских и всероссийских конкурсов. Подготовка к ним идет весьма серьезная. При этом супруги находят время не только для творчества, но и для спорта. Их кредо – жить по чести и совести, хорошо трудиться и никому не завидовать. На встречу к Михаилу Игнатьеву Черновы пришли в национальных нарядах. Именно в них они выступали в Ульяновске. Все смотрели на нас, удивлялись. Камеры все на вас, да? Да. И ни одна семья вот так себя не показала. Приглашено было четыре семей из четырех других регионов. Это Пенза, Самара, Татарстан и вот Чувашка. Большая семья – это труд, ежедневные заботы. Но иначе свою жизнь Черновы не представляют. Главное – быть вместе. Поэтому они и счастливы. Ифат Фадкулин, Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. 19 сентября в Калужской области стартует международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты мир». Участие уже подтвердили 50 стран мира. На форум отправится и большая делегация из Чувашии. Предприятие «Чувашпотребсоюза» планирует участвовать в открытом Кубке России по хлебопечению и всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России-2019». О конкурентных преимуществах наших хлебопекарей в репортаже. Тем, кто на диете, лучше отойти от экрана. Лучше драгоценных калачей. Писал про чувашский хлеб в 16 веке князь Андрей Курбский. А ему, как полководцу, приходилось пробовать его в разных землях. И если бы князь смог побывать на международном форуме «Хлеб, ты мир», изделия современных хлебопекарей Чувашии, вероятно, получили бы не менее лесную оценку. Все начинается с зерна. «Зерно идет в этом году, хоть и влажное, и даже сырое, но качественное. В основном это третий класс, с клейковиной 23% и выше. Мука получается очень качественная, с хорошими хлебопекарными характеристиками. И удовлетворяет все потребности хлебозаводов Чувашской республики, Нижегородской области, Марийской республики, Кировской области и Ульяновской. После того, как мука попадает на хлебозавод, дело за оборудованием, технологиями и отношением сотрудников. Чебоксарский хлебозавод номер один основали 85 лет назад специально для выпуска поддового сорта дарницкого хлеба. Поддовым называют хлеб, который пекут без формы. Раньше его готовили на дне печи, которая называлась под. Хлеб дарницкий поддовый выпускается по старинной технологии, как в советское время. Польза в том, что там действительно на сегодняшний день достигнут самая низкая кислотность. Сейчас на заводе ежедневно выпускают более 2000 номинований продукции. Мы вырабатываем продукцию по традиционной технологии, без использования улучшителей, сухих дрожжей, усилителей вкуса, заменителей сахара. При этом в составе рецептур только натуральные компоненты. Пшеничные отруби, пшеничные зародышевые хлопья, солод, семена подсолнуха, льна, овсяная мука, сухофрукты, сухое молоко и творог. ООО «Пряник» Цивильского райпо носит звание лучшего хлебопекарного предприятия потребительской кооперации Чувашской республики. Ежедневно мы выпускаем более пяти тонн хлебобулочных кондитерских изделий. И на сегодня насчитывается 280 номинований данной продукции. Наши девочки вкладывают душу, работают с полной отдачей и с открытым сердцем. Качество продукции проверяют в собственной лаборатории. На международном форуме «Хлеб-Темир» участвуют более 20 предприятий Чувашей. Мы желаем нашим хлебопекам удачи и ждем с наградами обратно в республику. Работы будет много. Аграрии выполнили план валового сбора зерна на 108%. Картофель, капуста, лук, морковь по выгодной цене. Столичный ярмарка «Дары осени-2019» в самом разгаре, где можно недорого приобрести свежую продукцию от местных сельхозтоваропроизводителей, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Субботнее утро на рынке особенно многолюдно и оживленно. Здесь проходит ярмарка «Дары осени». Еще вчера эти овощи были на грядке, а сегодня на прилавке. Среди тех, кто стоит в это утро за прилавком, представляя покупателям все краски осени, это Галина Михайлова. Свежее все. Капуста очень хорошая. Вчера только с грядки срезали. Лук уродился очень хорошо. Картошка уродилась вообще замечательно. Крупная картошка хорошая. Проволочник, самое главное, не повредил нашу картошку. В Чебоксарах ярмарка «Дары осени» проводится на территории четырех рынков. Николаевский, Северный, Шубашкар и Юго-Западный. Картофель от 6 до 12 рублей, капуста от 12 до 20, лук от 15 до 20, морковь от 13 до 20 рублей. По таким ценам можно купить овощи на разных площадках ярмарки. Для сравнения цены в магазинах на порядок выше. Нам, пенсионерам, как раз устраивает цена. Здесь вот 18, а так они 25, даже 30 были. По чем сейчас взяли картошку? По 7 рублей. Места для продажи сельхозпродукции в рамках ярмарки предоставляются бесплатно. В этом году удалось собрать богатый урожай. А это значит, что ценовая политика будет гибкой. И цены ниже прошлогодних. Картошку на сегодняшний день продаем по 7 рублей. Тонны полторы продал. Это с 5 утра мы стоим здесь. Мед, саженцы, зелень, молоко и многие другие сельхозпродукты горожане могут купить на ярмарке по оптимальной цене. Все свежее, да и ассортимент большой. На машине, а некоторые даже на велосипеде. Все торопятся увезти на запас вкусные свежие овощи по хорошей цене. Мы сегодня, как всегда, каждый год пришли покупать картошку, свеклу, морковь. В прошлом году была картошка 12 рублей. Вот на прошлой неделе 10 рублей, но сегодня, я даже удивлена, была 9-8 рублей дешевле. Для пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, организована бесплатная доставка. Волонтеры, студенты образовательных учреждений города доставляют им овощи прямо домой. С дарой осени мы возим картошку бабушкам и дедушкам, которые не могут сюда сами прийти. Мы им помогаем. 138 тонн молодого картофеля и других сезонных овощей. Лука, моркови, помидоров, капусты, свеклы, перцев на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Уже продана с начала работы ярмарки в этом году. Большим спросом пользуются капуста, тыква, мед, саженцы. Свою продукцию с гордостью предлагают сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства, ведущие личное подсобное хозяйство, представители садоводческих товарищей из 17 районов республики. Приглашаем жителей города Чебоксар и других городов на ярмарочные продажи по субботам и воскресеньям. Ждем вас экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Напоминаем, ярмарка продлится до 6 октября. Успейте запастись витаминами. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на борьбу с билетной мафией, с так называемыми спекулянтами и перекупщиками, которые накручивают цены и перепродают билеты в театры и музеи, где можно купить билет без риска и не переплачивая. Смотрите далее. А я, Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. С подписанием нового закона продавать билеты, абонементы и экскурсионные путевки могут только сами учреждения культуры, либо лица на основании договора, которые могут взимать дополнительную плату, например, за доставку билетов. Но в любом случае общая стоимость таких услуг должна быть менее 10% цены, указанной в билете. Часть поправок касается порядка возврата посетителю стоимости билетов, абонементов или экскурсионных путевок при отказе от посещения культурного мероприятия. Сумма средств за возвращенный билет будет зависеть от количества дней, оставшихся до проведения мероприятия. Еще одни изменения касаются выплаты зарплаты сотрудникам на кредитную карту. Теперь работники, изъявившие желание заменить кредитную организацию, должны сообщить об этом работодателю не позднее, чем за 15 календарных дней в письменной форме. Ранее этот срок составлял 5 дней. Одновременно установлена административная ответственность за воспрепятствование работодателям осуществлению работникам права на замену банка. За такое деяние введены санкции, аналогичные тем, что применяются за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы. Еще один федеральный закон, в который внесены поправки, касается норма САГО. Так, при оформлении документов о ДТП без участия сотрудников полиции, так называемый Европротокол, извещение можно составить в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, установлен порядок возмещения потерпевшему вреда его жизни или здоровью, причиненному несколькими участниками ДТП в рамках одного страхового случая. В указанном случае страховщики солидарно выплачивают страховку потерпевшему. При этом ее общий размер не должен превышать 500 тысяч рублей. Ряд поправок касается компенсационных выплат. Так, за задержку выплаты профессиональное объединение страховщиков заплатит неустойку.